Всем привет, дорогие друзья! Буквально вчера, 25 июня, вышла новая игра от компании Ubisoft. Вот. И называется она Доблестные сердца Великой Войны. Сейчас, ребята, мы отправимся с вами на Первую Мировую Войну. Первое августа 1914 года. После убийства Франца Фердинанда, наследника Австро-Венгерского престола, Германия объявила войну России. Союзная ей Франция также готовится к боям. Спустя несколько часов после объявления всеобщей мобилизации, живущих во Франции немцев, просят покинуть страну. Среди них был и Карл. Первое августа 1914 года. Просто пипец. Ни жену, ни ребенка. Забрать нельзя. Да, были времена. Несколько дней спустя. Ордер о мобилизации. Через пару дней после высылки Карла войне показалось мало, и она забрала Эмиля. С тяжелым сердцем Эмиль покинул ферму и отправился в Сен-Миэль. Как и многие другие, он мог только гадать, что ждет его впереди. Это че орет? Психопат. Опа. Перекольно. Мы уже разделись. Так, что тут есть? Объявлены... Факты. 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 Так. Большинство участников войны набиралось по призыву. В Германии возраст солдат составлял от 17 до 45 лет. Вот это, да. Не знал про 17-летних. Призыв начинался с 20. Срок службы составлял 2-3 года. Во Франции военнообязанность считалась мужчиной в возрасте от 20 до 48 лет. Тут на 3 года больше, да? Срок службы длился 3 года. Странно. Почему там вставлял 2-3 года? Здесь только 3 года. Ну, российская армия набиралась из 21-летних призывников. Они служили 3 года и оставались в запасе до 43 лет. Так, понятненько. Ну, это, ребята, что-то вроде фактов, да. То есть история такая небольшая. Ладно. Хороший орать на меня. Сам дурак. Пойдёмте на медкомиссию. А, мы уже прошли медкомиссию? Всё? Мы готовы? А мне дадут... Чё, ему надо дудку, ну? Так. Наверное, у него дудка есть, да? А. Прикольно. Молодец. Побежали. Побежали. Тренировка, да? Вот так вот мы будем перебегать. Так. Мы ещё и драться будем, ребятки. Вот так. У нас есть ружьё, но мы почему-то только дерёмся. Ну, побежали дальше. Какой-то у нас. А. Прикольно. Это мы будем бросаться таким образом. Я знаю, что я молодец. Так, с этим мы что будем делать? Так же бить, что ли? Я думал, что-то другое. Так. Возьмём. Он у меня уже есть. Опа. Возьмём ещё одну. Так, так, так. Ай-яй-яй. Ну всё, мы прошли КМБ, курс молодого бойца. Я готов. Поднять флаг. Давайте поднимём флаг. Ну и всё, ребята. Прошли мы КМБ. Моя дорогая Мари, мы всё ближе к Парижу. Странно, но обстановка тут очень весёлая. Надеюсь, с урожаем всё хорошо. Соседи помогут его собрать. Они очень добрые и отзывчивые люди. Напишу, как только получу назначение. Поцелуй за меня внука. На вокзале в Париже, пытаясь попасть к своему полку на платформу 21, Эмиль встретит того, с кем будет сражаться бок о бок. Человека, который станет его лучшим другом. Ну чё, его обижаете? Нам нельзя, да? Так, отлично. А, опять нельзя, да? Ещё хочешь? А если его стукнуть? Нет, давайте стукнуть мы не будем. Как свои. Можно взять? Спасибо. Давай, дадим ему. Ой-ой-ой, чуть ли стукнул. Так, ему дать тоже нельзя. Почему? А вот мы сейчас ему... Вот так вот. Упс. Дай бутылку. Моё. Туда нельзя. блин ну ладно на держи бутылку че сделать на тебе а дожди-ка нет нифига ну вот отлично нам было напоить на шоу генерала командира чтобы пройти дальше подняться нам не дает но нам начну надо подняться чтобы подняться ну-ка ты дадим барабанщик только нормально играет дожди-ка если во время барабанщика теперь наверно вот этот факт отлично все веселитесь ребята тут пока все хорошо хорошо и весело так и что мы здесь а ну вот он второй давай получи фашист гранату дай мне эту бутылку пригодится еще здарова братья не за что а ты американец ну-ка что от меня запивай у меня был старший брат чего опять я что вот так ребята ребята все очень серьезно впереди блин-блин-блин-блин-блин-блин давай быстрей а жесть ах ты блин а нет понял а фааак побежали побежали стоять побежали побежали да как так поздно ты что ты будешь делать все бежим все почти добежали ребята все живы здоровы пипец только бежать ничего ребят воевать как опа вот и все нашел командиры нету жесть не успел тихо 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 все успели вот так вот и погибали раньше я один остался нет еще пока не один пипец теперь ребята я один вот и все вот и все Опа. Фредди записался добровольцем в армию Франции в самом начале войны. За его показной отвагой таилась лишь пустота, оставленная войной. Фредди хотел лишь одного – наказать тех, кто сломал ему жизнь. Во время битвы на Марне Фредди наконец отыскал следы того полка, которым командовал барон Фондорф.